Добрый вечер, в эфире новости на телеканале Губерния 33 в студии Ольга Эльфимова. О самых важных событиях сегодняшнего дня в материалах моих коллег. Подробности далее в программе. Режим самоизоляции во Владимирской области продлится до особого распоряжения губернатора. Передвижение по региону и после праздничных дней возможно только с цифровыми и бумажными пропусками. Отменять ограничения планируется после улучшения эпидситуации. Проект плана стабилизации экономики области будет представлен на заседании оперативного штаба после 14 мая. За последние сутки в области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Среди лидеров по количеству инфицированных – Петушинский район, города Владимир и Ковров. Общее число заразившихся COVID-19 в Владимирской области – 1124 человека. 15 новых случаев заболевания за сутки выявлено в Коврове, 12 в Александрове, 9 во Владимире, по 3 в Муроме и Суздале, 2 в Гусь-Хрустальном и 1 в Собинке. С сегодняшнего дня режим карантина по предложению главного санитарного врача Владимирской области был введен на территории поселков Мизиновский и Золотково Гусь-Хрустального районов. Это значит, что въезд туда разрешен только для людей, имеющих регистрацию по месту жительства. Допуск на территорию будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Напомним, что ранее режим карантина был введен на территории Петушинского района и города Кольчугина. По распоряжению губернатора области Владимира Сипягина, медработники выездных бригад скорой помощи за особые условия труда получат дополнительные стимулирующие выплаты – 10 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета выделено 12 миллионов. Всего выплаты получат более 600 специалистов. Это врачи, фельдшеры, медсестры и анестезисты, работающие в составе выездных бригад скорой помощи. Вести региональные доплаты медикам глава региона пообещал 6 мая на встречу с коллективом Ковровской станции скорой помощи. И сегодня Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение. Владимирские бизнесмены откликнулись на призыв президента и губернатора 33 региона. Теперь они жертвуют во Владимирской больнице не только средства индивидуальной защиты и необходимое оборудование. Предприниматели доставляют медучреждения региона обеды. Наталья Забнина расскажет подробнее. На этой кухне работа кипит. Эта пиццерия начала одной из первых готовить специально для владимирских врачей. Мы должны объединяться. Мы, как говорится, делаем одно дело. Мы можем помочь медикам продуктами питания и едой. Они нам помогают быть здоровыми. Всего 55 комплексных обедов привезли в больницу номер 6 в Юрьевце и в областной центр специализированных видов медицинской помощи в Пеганово. Продуктовые наборы передали врачам, которые лечат пациентов с COVID-19. Мы всегда были за благотворительность. Когда все было хорошо, мы и малышей приглашали на мастер-классы из различных групп населения. И сейчас решили свой вклад сделать. Спецменю для медиков рестораторам пришлось детально проработать. Блюда должны быть такими, чтобы врачи и медсёстры могли пообедать, не выходя из рабочей зоны. В гуманитарный набор входит первое и второе блюдо, а также салат. Питание доставляют в удобной упаковке и как можно ближе к зоне, где работают врачи. Во-первых, у меня вообще мама медик. У меня хороший знакомый вообще заболел. И плюс мы откликнулись на призыв губернатора, который надо помочь и как-то сплотиться. Перерыв на обед теперь для медиков – настоящая спецоперация. Сначала надо снять противочумные костюмы и средства защиты, пройти дезинфекцию и только потом поесть. Большое спасибо за оказыванную помощь в предоставлении питания. Всё очень вкусно, хорошо. И эта помощь необходима сейчас нам всем. Потому что у нас сейчас действительно часть персонала остаётся здесь находится, не уезжая домой после дежурства. К инициативе присоединились несколько десятков компаний. Все они поставляют в больницы области так необходимую медикам гуманитарную помощь. Эта акция объединила бизнес и медицинское сообщество региона. В Белом доме, говорят, владимирские предприниматели продемонстрировали особую гражданскую ответственность. Один из предпринимателей отдал со своего производства 11 диванов для новой больницы, для нового инфекционного госпиталя в УКБ. Другой предприниматель поставил две кофемашины для медиков, которые находятся в красной зоне. И непосредственно обслуживает, сам обслуживает эти кофемашины. Это тоже определённая смелость. Время делать добро – это объективная необходимость, подчёркивает региональное бизнес-сообщество. Бесконтактные обеды в медицинские учреждения 33 региона будут продолжать развозить и на безвозмездной основе. Наталья Забнина и Олег Маньков, Губерния 33. В помощь силовым структурам Белый дом закупил 100 тысяч медицинских масок. Средства индивидуальной защиты сегодня передали сотрудникам, правоохранительных органов и спасателям. В областной администрации объяснили – это самый расходный, а значит дорогостоящий для ведомств материал. Если перчатки можно носить в течение всего дня, маску нужно менять каждые два часа. Но на этом помощь от руководства региона не заканчивается. Активно сотрудничаем, как и всегда сотрудничали до этого времени с данным управлением МЧС по Владимирской области. На данный период времени передано было 17 тонн средств для обработки общественных мест во всех муниципалитетах по заявкам во Владимирской области. Часть масок передали спасателям. Сейчас у них большой объём работы. На время праздничных выходных на смену выйдут усиленные бригады. Сегодня наше ведомство получает 30 тысяч масок для того, чтобы наши сотрудники могли продолжать свою работу, свою деятельность. Но, как вы понимаете, в таких непростых условиях не все сотрудники МЧС самоизолируются, скажем так. Управляющие компании ТСЖ обязаны организовывать дезинфекцию всех подъездов. Это необходимо для безопасности жителей, потому что вирус может жить на поверхностях длительное время. Ежедневно специальным раствором должны обрабатываться ручки и поручни. Такую уборку жильцы отдельно не оплачивают. Она входит в стоимость услуг управляющей компании или ТСЖ. Убирают ли подъезды во Владимире должным образом? Выяснял Константин Миронов. В вашем доме будет производиться по пятницам дезинфекция с дезинфицирующим средством подрядной организации. Вот, пожалуйста. Такое объявление появилось на двери в подъезд несколько недель назад. Женщины подготовились и даже убрали все цветы из мест общего пользования. Но никакой дезинфекции они не дождались. Люди рассказывают, что подъезды моют водой и ничего не протирают. У нас кругом грязь. Протирают одной тряпкой все этажи. Вот подоконники. Перилы, по-моему, совсем не протирают абсолютно. Одним ведром моют и получается сверху более-менее там чисто. А уже начиная где-то с конца четвертого этажа уже грязь. Вот такие разводы по полу. И все. Дезинфекцию нам не делают вообще. А этот дом располагается неподалеку на улице Первая Пионерская. Здесь ситуация схожая. По словам Анны Ореховой, которая живет здесь около четырех лет, уборку в подъезде за это время делали от силы несколько раз. Вижу, что просто нет мусора в подъезде. Но запаха дезинфекции я не чувствую. Потому что даже если приезжают машины, когда убирают улицы, там все равно чувствуется запах какой-то хлорки. Или не знаю каких-то там химикатов, которые должны быть. То есть тут просто запах подъезда. Мы обратились за разъяснением в управляющую компанию «Жилремстрой», которая обслуживает эти два дома. Директор утверждает, что дезинфекцию подъездов проводили один раз, как только на это дали указания. Следующую сделают по окончанию ограничительных мер. Если подойдут сюда, мы все бумаги можем показать, что есть. Мы сейчас работаем. Как бы целый день могут подойти. Если скажете, какая квартира, сами подойдем к ним, можем все это разъяснить. То есть мы как бы открыты. Выслушать все претензии. Если действительно есть какое-то нарушение, мы готовы принять меры, разобраться. В мэрии нам пояснили, что санитарная обработка подъездов должна проводиться не менее одного раза в неделю. В официальной группе ВКонтакте мы спросили людей, как убирают их подъезды. Оказалось, что многие владимирцы уверены в том, что их дома-дезинфекторы обошли стороной. Еловая простую уборку за весь период самоизоляции ни разу не сделали. Что уж тут говорить об обработке. Обещали постоянно на сайте администрации график дезинфекции домов. Два раза видела, один раз приходили строго по тому графику – 9 или 10 апреля. С тех пор ни графика, ни дезинфекторов. Владимир, Верхняя Дуброва, 18Б. За все время изоляции ни разу не видел какой-либо обработки. В соседнем доме на Благонравово, 9 живут мои родители. Также ни разу не наблюдали. Мы просим управления ЖКХ города Владимира проверить, как производится санитарная обработка подъездов. Если сами жители заметили, что управляющие компании этого не делают, то жильцы могут позвонить в управление ЖКХ города Владимира. Или на портал «Владимир. Это мы». Константин Миронов, Олег Маньков и Егор Герасимов. Губерния, 33. К другим темам. В деревне Тального Гусьрустального района увековечили память о ветеранах Великой Отечественной войны. Местные жители сами организовали сбор средств. И им удалось установить мемориальный памятник с именами участников боевых действий. Подробности у Ивана Старикова. Игорь Тимошов рассказывает о дедушке своей жены, Петре Николаевича Рожкове, участнике Великой Отечественной войны. Теперь его имя увековечено на новой мемориальной плите. Петр Николаевич был награжден двумя орденами славы третьей и второй степени. После войны вернулся в Тального и работал председателем колхоза. Участвовал в битве под Сталинградом. Он был в этом бою ранен, у него оторвало руку, он продолжал из пулемета стрелять. Значит, когда у него кончились патроны, он от соседнего расчета, который был убит, он взял патроны со своим напарником и продолжал бой. Значит, в этом бою он уничтожил порядка 30 фашистов. Более сотни жителей деревни были призваны на войну. Чтобы память о них не пропадала, жители организовали кампанию по сбору денег. С помощью инвесторов и администрации Гусь-Хрустального района удалось собрать 400 тысяч рублей. Памятник установили к 75-летию Победы. Территорию вокруг плиты облагородили, выложили плитку и щебенку, посадили цветы. Идея установки памятника пришла в голову жителю деревни Алексею Артемову. Хоть у него и нет родственников, которые участвовали в войне, он считает важным сохранить память о героях. Дизайн-проект также разрабатывался жителями деревни на общем сходе. После чего было подготовлено место для памятника, организовано финансирование при поддержке администрации. Мы собрали определенную сумму, администрация нам помогла ее увеличить. И тем самым мы построили памятник. Практически у каждого жителя деревни есть родственник, который был на войне. У ветерана МВД России Александра Горлова на фронте были родной отец и дядя. Оба смогли вернуться живыми. Это мой родной отец Горлов Василий Иванович, 1923 года рождения. Воевал с начала войны, был командиром расчета. Был награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны, медалями за отвагу и другими. Территорию вокруг плиты приведут в порядок. Почистят от грязи, а на клумбах посадят больше цветов. Раньше здесь был пустырь, а сейчас стоит памятник с именами настоящих героев. Иван Стариков и Андрей Беляков, губерния 33. В канун празднования Дня Победы улицы и площади областной столицы украстили российские флаги и георгиевские ленты. К предстоящему празднику в городе высадили десятки стилизованных клумб. Один из главных цветников, украшенный надписью «Победа», расположен на Садовой площади. На остановочных павильонах разместили социальные баннеры нескольких тематических проектов. Все они посвящены 75-летнему юбилею Победы. 15 остановок общественного транспорта декорированы плакатами с цитатами из легендарных военных фильмов. Баннеры на центральных городских улицах посвящены героям, ныне здравствующим владимирцам-участникам Великой Отечественной войны. Стоит отметить и проект «Символ военной жизни», напоминающий о фактах быта военного времени. Это треугольники писем военно-полевой почты, хлеб блокадного Ленинграда, плакат «Родина, мать зовет» и другие артефакты. Различная военная тематика найдет свое отражение на уличных щитах и видеоэкранах. Вот эти очень важные вещи мы попытались представить в таком наглядном формате, для того, чтобы поняли, каково это было, жить в военной лихолетии, в том числе в тылу. Это Владимир, город тыловой, поэтому ряд проектов, естественно, касаются нашей прифронтовой темы. 18 госпиталей, десятки тысяч раненых. Город-то был небольшой. На окануне войны во Владимире проживало около 60 тысяч человек. А в общей сложности наши прифронтовые госпитали приняли почти четверть миллиона человек. Сегодня волонтеры в рамках акции «Мы вместе» поздравили с днем рождения владимирцев, чье детство пришлось на тяжелые военные годы. Особое внимание уделили ветеранам Великой Отечественной войны. Подробности в материале моих коллег. Вы наша владимирская мать Тереза. Известный в регионе общественный деятель Роза Киямова выросла в детском доме. Свою жизнь она посвятила благотворительности. В этом году созданный ею фонд «Сотвори добро» отмечает 30-летний юбилей. Я благодарю государство только из-за того, что меня воспитали. И сейчас ради своего папы Хамзы стараюсь людям помогать. Пока бьется сердце, буду помогать. Нам вдвойне приятно, что мы можем хоть немножко скрасить сегодняшний день ее, потому что человек находится на самоизоляции в силу определенных обстоятельств. И как-то подарить ей немного позитивных, приятных моментов. Сегодня день рождения отмечает и Галина Тылаева. Она говорит, что столько внимания ей не уделяли давно. Ну, когда поздравляют, это, конечно, очень хорошо. Вы? Спасибо вам большое. Конечно, я не ожидала. Особое внимание в этот предпраздничный день участникам войны. Сегодня гостей принимал Борис Павлов. Желаем вам всего самого лучшего. Оставаться всегда здоровым, бодрым таким. Проводить патриотические лекции ученикам нашим. Борис Павлов попал на фронт под самый конец войны и после 30 лет проработал в структуре МВД. Всю жизнь служить родине. Этот девиз ветерана теперь можно увидеть на социальном билборде с его портретом в микрорайоне «Доброе». Спасибо за поздравление. Здоровья вам, успехов, благополучия, мирной жизни. Но если потребуется, чтобы свое отечество, свой дом достойно защищали. В праздничной акции принял участие и спецпредставитель немецкого города Побратима Ирлангена Петер Штеггер. По его просьбе повара областной ассоциации кулинаров приготовили для ветеранов праздничные обеды. Он мне рассказал про волонтерское направление «Мы вместе». И попросил очень поучаствовать с какими-то, может быть, вкусными блюдами, может, также от проекта «Шефы на дом» для многодетных семей, для ветеранов. Конечно же, не то что... Ну, во-первых, я рада этому знакомству, что так вот, надо же, из Германии прилетела вот эта весточка, что есть такое вот у нас во Владимире направление. Всего владимирские волонтеры поздравили 500 ветеранов региона. Помогать участникам войны активисты намерены и после празднования юбилея Победы. Ирина Нащерова, Константин Миронов, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. Студенты в ЛГУ украсили балконы двух общежитий на проспекте Мира российскими триколорами. Владимир присоединился к акции «Флаг России в каждом окне», посвященной 9 мая. Украсить свой дом, окна, квартиры и таким образом поучаствовать в флешмобе может любой желающий. Мы призываем наших граждан, наших жителей 9 мая в своем окне разместить российский триколор, оформить наши окна, наши дома в праздничном цвете, в оформлении, сделать так, чтобы настроение ощущалось не только в квартире, не только при просмотре телевизионных программ, но и на улице, глядя в наши окна. В украшении балконов общежитий приняли участие 20 студентов Владимирского госуниверситета. Как отметил один из организаторов и участников, важно помнить про подвиг русского народа, совершенный 75 лет назад. Федеральная акция «Флаг России в каждом окне» проходит впервые. Во Владимире и в других городах области российскими триколорами украсят отделение Почты России волонтерские штабы. Разделились на пары, ребята, каждый взял себе по 2-3 этажа и разместили по 2 флага на каждом балконе. У каждого студента было небольшое волнение, все-таки ребята решили поддержать и поучаствовать в этой акции, потому что, я думаю, что в каждой семье были свои бабушки, прадедушки, кто участвовал в войне, поэтому ребятам это было, наоборот, только большим плюсом. Они с большим желанием захотели поучаствовать в этой акции. Необычный подарок ко Дню Победы. Специальные агитбригады исполняют для Владимирских ветеранов легендарные песни военных лет прямо под окнами. Подробности в нашем следующем материале. Такой музыкальный подарок ко Дню Победы сделала каждому ветерану Владимира городская администрация. Специально созданные агитбригады поздравляют участников войны импровизированными концертами прямо возле дома. Было принято решение поздравить всех без исключения участников войны, а их у нас около 150 человек у Владимира осталось, дистанционно. Силами муниципальных коллективов, клубов, ДК, театра «Разгуляй» в данном случае, были созданы 18 агитбригад в городе. Руководителем одной из таких агитбригад, организованных при Владимирском театре «Разгуляй», стал Василий Морозов. Предложение выступить для ветеранов города он принял, не раздумывая. Артист признался, петь участникам войны для него большая честь и ответственность. Вся труппа нашего театра разбита на небольшие группы, и непосредственно от нас руководство предоставило три агитбригады, которые по различным адресам подъезжают и вот таким образом, замечательно, на мой взгляд, поздравляют наших уважаемых ветеранов. Алексей Лоскутов принимал участие в разгроме бандеровского подполья на Западной Украине. Сейчас Алексею Иосифовичу 92. Вот уже несколько лет он не выходит из дома. Годы берут свое. На персональный концерт в свою честь растроганный ветеран слушал, стоя на балконе. Самое главное – берегите себя, здоровье, счастье. С Днем Победы! Агитбригады поздравят всех владимирских участников войны до Дня Победы. Представители городадминистрации заверили – ни один ветеран не останется без внимания и поддержки. Ольга Эльфимова, Павел Новиков, Егор Герасимов, Губерния 33. Жители города Владимира, которым требуется стоматологическая помощь, готовы принять в клинике Росдент. Эта сеть стоматологических клиник работает в обычном режиме. Особое внимание уделяется пациентам с острой зубной болью. Чтобы защитить клиентов и медицинских работников от инфекции, в клинике строго соблюдают санитарные правила. То есть это повышенное внимание к стерилизации помещений. Мы, слава богу, были готовы к тому, что что-то может такое произойти. Поэтому и все клиники строились в ученом того, что были занервные помещения, была приточная утяжная вентиляция в клиниках наших присутствует по большому счету. И, конечно, все, что касается стерильности, это отдельные стерилизационные кабинеты. То есть мы ничего в кабинетах не делаем, кроме лечения. Только лечим. То есть все инструменты приходят упакованные, стерильные, и все делается в отдельных специальных кабинетах. По качеству стоматологической помощи клиники Росдент не уступают столичному уровню и даже европейской медицине. Здесь проводят операции по установке имплантов, используя при этом самое современное оборудование. Несмотря на существенное повышение цен на средства индивидуальной защиты и расходные материалы, стоимость услуг для пациентов не изменилась. Во Владимире клиники Росдент расположены по адресам улица Кирова, 6 и Пугачева, 62. Пользуясь случаем, конечно, я хочу поблагодарить, во-первых, своих коллег-стоматологов, свой коллектив, который в такую трудную минуту не испугался, не пошел на попятную, так сказать, никто не взял ни от голов, ни от пусков, все работают. И, конечно, хочу выразить благодарность коллегам, врачам, которые находятся в красных зонах. Очень много наших коллег были мобилизованы. Областной торжественный концерт, посвященный 75-летию Победы, в этом году пройдет в онлайн-формате. 9 мая его можно будет посмотреть в эфире телеканала «Губерния-33». Начало трансляции в 18.00. В День Победы перед телезрителями выступят лучшие исполнители и солисты региона, а также актеры Владимирского театра драмы. При подготовке к концерту были собраны видеозаписи выступлений коллективов почти со всех районов области. Некоторых артистов записывали на сцене областного дворца культуры и искусства. Те артисты, которые приехали по своему желанию поучаствовать в этой записи и вышли на сцену после, собственно, фактически двух месяцев заточения дома вынужденного, ну, это просто действительно записывалось со слезами на глазах. И песни, конечно, сами такие любимые, родные, песни Победы. Но еще и эффект вот этого возвращения к сцене, он очень ощущался при записи. От всего сердца с борта МКС российские космонавты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Владимирской области. Зарешите поприветствовать и поздравить с 75-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны Владимирской области. Пожелать всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий вам поклон за Победу космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Коллектив телеканала «Губерния-33» также поздравляет жителей Владимирской области с наступающим Днем Победы. А наш эфир продолжит программа «Здесь и сейчас». Ее ведущий Роман Немов уже в студии. Роман, добрый вечер. Расскажи, о чем пойдет речь в твоей программе. Не секрет, что многие последние годы ждут 9 мая из-за шествия Бессмертного полка. И вот о том, как будет организовано именно это, именно Бессмертный полк в этом году из-за пандемии, мы и поговорим в эфире здесь и сейчас с Кириллом Ковалевым.